Уважаемые жители Рубежного, обращаюсь к вам по ситуации, которая сложилась на рубежанском рынке. На рынке в течение 9 месяцев бушует конфликт между руководством ДП рынок и предпринимателями. Суть конфликта в том, что предприниматели хотят взять в аренду земельные участки напрямую у громады. Предприниматели, защищая свои права, обращались неоднократно в полицию, прокуратуру и в правозащитные организации. Заведены уголовные дела, но досудебные расследования идут не так быстро, как этого требует ситуация. Обращались предприниматели за помощью и к народному депутату Украины Йоффе Юлии Яковлевичу, и к голове фракции оппозиционный блок Чернецова Александру Ивановичу. Только благодаря их помощи земельный участок в 3 гектара земли под рубежанским рынком не ушел в управление ДП рубежанский рынок, а остался в коммунальной собственности. Внимание всем! Земля на рубежанском рынке – это коммунальная собственность. И поэтому платить предприниматели должны только в городской бюджет. Но, к сожалению, так сложилась ситуация, что при поддержке предыдущих руководителей города деньги, собранные с предпринимателей, шли не в городской бюджет, а лично кому-то в карман. К сожалению, напрашивается вывод, что город ежемесячно терял и продолжает терять миллионы гривен. Из-за попустительства и халатности тех, кто управлял городом до 06, 09, 19 и почему-то не защищал интересы громады, городской бюджет недополучал огромную сумму денег. Пусть теперь разбираются правоохранительные органы. Это было сделано по халатности или же это было сделано умышленно? Ставлю в известность членов громады и небезразличных граждан, что в мае этого года с молчаливого согласия предыдущей команды, органа местного самоуправления, все помещения, сооружения в количестве 15 объектов общей площадью 3000 квадратных метров были зарегистрированы на субъект частного права ДП Рубежанский рынок, конечным бенефициаром которого является Ландик. Не имел на эти здания документов на право собственности, нет технических паспортов, без оценки и торгов на аукционе он завладел этим имуществом. То есть ДП Рубежанский рынок, бесплатно, не участвуя в торгах, завладел имуществом громады на рубежанском рынке. 06.09.19 депутаты горсовета отправили в отставку мэра и его команду замов. Как раз те и лоббировали открыто интересы ДП Рубежанский рынок. Возможно за вознаграждение, иначе почему личные интересы Ландика стали выше интересов громады? 11.09.19 группа предпринимателей ездила на личный прием к голове областной администрации Комарницкому Виталию Марьяновичу по вопросам конфликтной ситуации на рубежанском рынке. Виталий Марьянович внимательно выслушал и заверил, что займется этим вопросом и будет лично контролировать, как он будет идти. И тут же поручил Бусенкову решить данный вопрос по существу в законном поле. Пользуясь моментом, руководство ДП Рубежанский рынок 12-13 сентября 2019 года спешно раздает предпринимателям листы претензии, где вымогает заплатить огромные суммы от 22 до 40 тысяч гривен. Иначе запугивает подать в суд над предпринимателей. Предприниматели, естественно, запуганы и в панике, так как эти письма вручают с нецензурными высказываниями и угрозами. Это возмутительно. Юридическое лицо безнаказанно собирает деньги себе на карман, хотя по закону они должны поступать в городской бюджет. Слово за прокуратурой. Итак, что же делать в сложившейся ситуации предпринимателям, которых шантажируют письмами-претензиями? Первое. Всем надо успокоиться. Второе. Получайте эти письма, расписывайтесь за них. Потом они будут как доказательство о вымогательстве. Третье. Сразу пишите возражения на эти требования. ДП Рынок не имеет никакого отношения к земельному участку, где находится рубежанский рынок, где торгуете вы, предприниматели. Их деятельность очень похожа на мошенническую схему. Жаль, что до 06.09.19 руководство города не представляло и не защищало интересы громады, а работало, по всей видимости, на частное лицо и, возможно, за вознаграждение. Но этим пусть занимается прокуратура. С отставкой предыдущей команды, которая руководила городом, появилась надежда, что новые руководители во главе с Бусинковым и Анатолием Анатольевичем принесут городу стабильность и процветание. Вывод из вышесказанного. Кто торгует на земле рубежанского рынка, не обязан платить рубежанскому рынку. А вот те, кто стоит в павильонах, к сожалению, будут платить. ДП рубежанскому рынку, пока суд не поставит точку. Мы считаем, что все торговые павильоны обязательно надо вернуть громаде. И очень надеемся, что так и будет. Уважаемые предприниматели, если на вас оказывается психологическое давление или идут какие-либо угрозы в ваш адрес, сразу звоните на 102. Если вы по каким-то причинам боитесь это делать самостоятельно, обращайтесь в нашу организацию. Мы не оставим вас наедине с несправедливостью. Надеюсь, новая команда под руководством Бусенкова Анатолия Анатольевича будет отстаивать права жителей и 1200 предпринимателей, торгующих на рубежанском рынке. И предприниматели будут спокойно работать и не бояться за свою жизнь и имущество. С уважением. Филенко Ольга Даниловна. Общественная организация «Будущее Украины. Город Рубежное». Спасибо за внимание.